Здравствуйте! В нашем эфире новый выпуск программы о медицине. Ответы и вопросы, которые помогут усилить иммунитет и спасти жизнь. Смотрите на здоровье! Забота о младенцах. Что обязательно нужно знать молодым родителям? COVID-19 и дети. Эксклюзивное интервью с координатором выездной бригады по борьбе с коронавирусной инфекцией городской больницы номер 5. Беременность во время пандемии. Ответы на самые популярные вопросы. Еда и здоровье. Как укрепить иммунитет с помощью правильного питания? Очередной антирекорд зафиксирован в Севастополе по COVID-19. На днях в нашем городе медики выявили 101 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в городском департаменте здравоохранения. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 9 105 человек. В настоящий момент выздоровели 8220 человек. 366 умерло. Прививку от COVID-19 получили 1742 человека. Второй этап вакцинации прошли 560 человек. В настоящее время это учителя и медицинские работники. Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекцией – 122. Разработанный в Севастополе сервис COVID-19 вошел в перечень лучших кейсов цифровой трансформации России. Напомним, что информационный сервис COVID-19 запустил департамент цифрового развития Севастополя во время активной фазы пандемии коронавируса. Он позволил оперативно решать огромное количество задач по автоматизации взаимодействия участников оперативного штаба по коронавирусу. В частности, например, по организации связи с населением, обработке данных о гражданах, которые прибывают из неблагополучных районов и контактирующих с зараженными, выявлению потенциально зараженных граждан, ведению статистики. Например, в рамках функционирования сервиса начал работу единый контакт-центр с номером 122, а также созданный на его базе ситуационный центр. Вдумайтесь, только за первую неделю работы контакт-центра было обработано более 30 тысяч звонков. В целом, за время функционирования через сервис было совершено более 140 тысяч звонков. В жизни каждой молодой семьи наступает тот самый счастливый момент, когда малыша из роддома привозят домой. Приятные хлопоты чередуются с тревогами, которые могут испытывать молодые родители. Какие прививки нужны младенцу? Как интерпретировать постоянную температуру ребенка в 37 с лишним градусов? И как часто младенцы должны проходить профилактические осмотры? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в нашем следующем материале. В первые месяцы жизни младенца родители должны понимать, что в это время формируется иммунитет. Организм требует поддержки. В связи с этим логичный вопрос. Нужно ли в первые полгода жизни ребенка делать прививки? И какие? Первые прививки ребенок получает в родильном доме. Это БЦЖ и гепатит. В месячном возрасте тоже идет вторая прививка против гепатита. В трехмесячном возрасте идет прививка против АКДС, полиэмилит, привинар. Ну и так дальше по графику идут прививки. Молодым родителям важно знать и об обязательных профилактических осмотрах. Когда ребенок с мамой приезжает домой после родильного дома, первые трое суток обязан посетить врач-педиатр. Познакомиться с семьей, посмотреть ребенка. И как бы врач-педиатр берет документы необходимые и прикрепляет ребенка к поликлинике. То есть мама уже четко будет знать, кто ее врач, какой участок и к кому обращаться. Врач-педиатр – это называется первичный патронаж новорожденного. Повторный патронаж проводится на 14-15 сутки жизни ребенка. Даже в период пандемии в медицинских учреждениях города есть специальные дни, когда работает прием только здоровых малышей. В детских поликлиниках существуют дни здорового ребенка. Это обычно вторники, когда приходят малыши, груднички на плановые медицинские осмотры к педиатрам, к специалистам необходимым. И здесь абсолютно как бы все осталось. Даже несмотря на пандемию этот процесс не прервался. Летом молодым родителям не рекомендуют купать совсем маленьких малышей в море. У детей иммунитет только формируется, и организм может быть атакован различными бактериями, которые могут быть в морской воде. Ребенок маленький, вода достаточно для него грязная, иммунитет еще не выработался, он еще не встречался с этой флорой в жизни. И в результате этого тогда, конечно, начинаются заболевания кишечные различные. Также происходит быстрое переохлаждение. Ребенок маленький, у него еще не сформировалась терморегуляция, то есть его организм не может быстро перестроиться к холодной воде, к горячему воздуху и так далее. Он может переостыть и в результате этого заболеть. Я думаю, что таких маленьких детей купать не стоит. Хотя, может быть, дома, да, конечно, какие-то закаливающие процедуры проводить. Ну, чуть постарше, хотя бы месяца 8-9, и то начинать с окунаний. Самое главное, чтобы они не пили эту воду, чтобы не попадала в рот вода, потому как инфекции много. В любом случае, эксперты советуют молодым родителям прежде всего не паниковать. В спокойной обстановке больше шансов оказать грамотную помощь ребенку. На базе городской больницы номер 5 действует специальная выездная бригада по COVID-19. Врачи этой бригады приходят на помощь к пациентам, которые требуют особого внимания, а именно к детям. Мы решили составить своеобразную памятку, что делать, если COVID-19 подтвердился у ребенка. Эксклюзивное интервью с координатором выездной бригады по COVID-19 Эдемом Куртаевым. Смотрите на здоровье прямо сейчас. Ребенок и COVID. Если ребенок заболел COVID-19, что делать родителям в первую очередь? Один из самых популярных вопросов. Первое, что если. Мы нужно разделить. Нужно разделить, если заболел ребенок или заболел родитель. Мы говорим про COVID. Если заболел родитель, он сдал мозог в частной лаборатории, в государственной, не имеет значения. Он положительный. Ему сообщают это в текстовом документе, либо звонком. И два варианта. Если это родитель, ребенок является контактным. Родитель должен позвонить в поликлинику свою детскую по месту проживания, месту прописки. Желательно это все-таки место проживания, потому что бывает часто, что прописка и проживание не совпадают. И, соответственно, если вы прикреплены по старикам, но в данный момент проживаете в Балаклаве, то вы уже относитесь и вас будут везти участковые врачи и врачи Балаклавы. То есть лучше по месту проживания. Вы звоните и говорите, что ребенок контактный по COVID и оставляете свои данные. Что нужно оставить точно? Это фамилия, имя, отчество, ребенка, контактный номер телефона, фактический адрес проживания и самочувствие ребенка. То есть каково его состояние на данный момент, контакт с кем и от какого часа положительный мазок. Потому что бывает часто такое, что родители говорят, у меня ребенок контактный по COVID, а переболели они в октябре. То есть контакт уже недействителен. И второй вариант. Если сдали непосредственно ребенку, опять же, в частной лаборатории, либо сдавали в лаборатории государственной, то есть при госпитализации, просто при осмотре, ну, тут обычно мы реагируем быстрее, чем родители, потому что данные к нам все-таки приходят раньше. Мы звоним. Или все же, если родитель в частной лаборатории, повторюсь, звонит сам в поликлинику. И алгоритм действий такой же. Только говорит, что ребенок положительный. Дальнейшие действия, то есть данные передаются с регистратуры к нам в бригаду по COVID, у нас всегда кто-то находится в кабинете, данные формируются и ребенку звонят. То есть, ну, звонят родителям ребенка. И собирают дальнейшие данные. То есть, их говорят первичные инструкции. Первичные инструкции таковы, что режим самоизоляции никто не отменял. То есть, самоизоляция 14 дней от момента положительного мазка. 5-го сдали, 14 дней из 5-го мы наблюдаемся. Собираются данные по контактным лицам. То есть, мы обводим круг. Если это положительный ребенок, нам нужно собрать данные по родителям, по тем, кто проживает в квартире. То есть, это могут быть бабушки, дедушки, братья, тети, неважно. Те, кто живет в квартире с инфицированным человеком, являются контактными. Никто к вам заходил вчера за солью. Именно те, кто проживают. Это важно, потому что часто эти понятия путают. То есть, если у вас в доме, предположим, в подъезде, кто-то болеет COVID-19, это не значит, что вы контактные. Это значит, что у вас в подъезде кто-то болеет COVID-19. А вы заболели. Но возникает логичный вопрос. А больничный? Конечно, больничный. В данной ситуации мы говорим, опять же, про детей и про родителей. Если родитель заболел сам COVID-19, понятное дело, ему открывают терапевты. То есть, он обращался в терапевтическую поликлинику, ему поставили положительный тест на COVID-19, он заболел, ему дают больничный, потому что он положительный. Все на этом. И дальнейшие проблемы или разбирательства с больничными проходят через терапевтическую службу. Если все-таки заболел ребенок, то есть, у ребенка он первично положительный в семье. То есть, первый, кто заболел COVID-19 в семье, это ребенок. Даже не заболел, подтвердился. Педиатрическая служба может выдать больничный на одного из родителей. Сразу же. То есть, вот, допустим, звонит там мама и говорит, у меня ребенок положительный, мы сдавали в частном образом, он положительный, в идеале она нам предоставляет доказательства в бумажном виде, можно в электронном виде, что действительно тест положительный, потому что потом эти данные проверяются все-таки. Мы в этот же день можем выдать одному родителю больничный по уходу за ребенком. Это их право. Он выдается первоначально, 14 дней может выдаваться. То есть, как раз срок изоляции. Потом он может, по мере необходимости, продлеваться. Вторым родителям. Что делать, скажем, вторым работающим людям, бабушкам, которые работают, тети, дяди? Они являются контактными лицами. Данные о них будут собираться также нашей бригадой. Мы создаем круг контактных с пациентом. Эти данные перейдутся в Роспотребнадзор. Данные обрабатываются и спускаются в бригады по ковид терапевтических служб по поликлиникам. Соответственно, с ними также связываются и по необходимости выдают больничные. Потому что много кто работает на удаленке и не хотят больничной. Такое тоже возможно. Кто-то в декретном отпуске. То есть, не всем, опять же, нужен больничный. Это такой момент. Также вопрос потом возникает по справкам детям. То есть, а что делать потом с детьми, которые ходят в садик, ходят в школу? Вопрос тоже... Не смогут потребовать такой документ? Вот. Здесь вот как раз-таки возникает такой момент, что школы иногда требуют протокол исследования. То есть, они требуют прям, чтобы был положительный, был отрицательный. Иногда просят два или три отрицательных. Нет, этого не нужно. То есть, можно не предоставлять, скажем так. Если хотите, можете предоставить. Если получили, допустим, в частной клинике, где-то отрицательный, повторно отрицательный, либо даже у нас, мы можем предоставить протокол. Но обязательно это делать не надо. То есть, справки, выданные врачом, педиатром, участковым, достаточно. Для школы, для садика, соответственно. Также и университеты, колледжи. Грубо говоря, если директор настаивает на этом, вы ему не обязаны в этом случае. Вы можете позвонить нам, директор может с нами связаться, и мы ему объясним, как правильно должна строиться ситуация с положительными ковид-контактными. Потому что, опять же, момент с детьми контактными. У контактных лиц берутся мазки только при наличии симптомов УРВИ. То есть, ребенок ходил в школу. Допустим, вот сейчас начался, как раз учебный процесс начался. В понедельник человек пошел в школу, а во вторник маме сказали, вы положительные. То есть, соответственно, ребенок является контактным лицом. Но мама сдавала также в понедельник, к примеру, вместе с сыном. У сына отрицательный, у мамы положительный. Ребенок автоматически является контактным лицом. Но он уже ходил в школу. С дачи мазка от понедельника. Соответственно, считается, что человек за два дня до выявления уже может заражать. То есть, до появления даже первых симптомов уже может заражать окружающих. Но контактным является только ее сын. То есть, который, непосредственно, школьник ходит в школу. А учителя и одноклассники являются контактными второго порядка. Контактные второго порядка не наблюдаются. Наблюдают только контактных первого порядка. То есть, по месту проживания. Что и важно, то есть, что я уже оговаривал. Но если в течение 14 дней, даже на 14-й день от момента контакта, ребенок заболевает, ежедневно с родителями связываются волонтеры и обзванивают по состоянию детей. Также родители могут сами звонить через поликлинику, связываться с нами. Говорить, если у контактных детей что-то произошло. То есть, повысилась температура. Об этом позже. Если у ребенка берут мазочек, даже повторюсь, на 14-й день меднаблюдения, и он оказывается положительный, тогда данные собираются о школе и перейдутся в Роспотребнадзор. И врачи-эпидемиологи рассматривают предписание, составление предписания о карантине на класс. То есть, понятное дело, если ребенок вчера был в школе, сегодня у него подтвердили ковид, да, он мог заражать. И тогда будет предписание создано всех детей его класса, учителей также, мы будем вести под наблюдением. Как он сейчас детей и лечит от COVID-19? Хороший вопрос. Момент в том, что этиологических, то есть, этиотропных, то есть, действующих именно на COVID препаратов для детей, пока нет. Все препараты от 18 лет. Поэтому лечение COVID-19 у детей в амбулаторных условиях заканчивается на противовирусных широкого спектра, то есть, то, что мы используем при обычных ОРВИ, скажем так, жаропонижающих, противовоспалительной терапии, то есть, такой симптоматической и общепротивовирусной. То есть, не целенаправленная на COVID-19, а общепротивовирусная. То есть, у них механизм действия не сугубо на вирус, а на поддержание иммунитета, на стимуляцию иммунитета против вирусов, в принципе. Для контактных лиц и для положительных по COVID детей в городской больнице номер 5 выделяются препараты, идет закупка. Мы получаем новые препараты. В понедельник получили новые препараты. Ну, как новые? То есть, получили жаропонижающие в других дозировках. То есть, теперь мы можем выдавать маленьким деткам суппозиторий, процитамол, который для жаропонижения. Что нужно знать родителям обязательно по такой процедуре, как компьютерная томография для детей? Да. КТ для детей делается в амбулаторной практике. То есть, если ребенок болен COVID-19 или контактный по COVID-19, то есть, пока мозг не пришел, результатов пока нет, КТ делается. Опять же, как мы всегда говорим своим пациентам, с осмотра врача. То есть, врач решает, необходим ли КТ. КТ делается на 5-й горбольнице, на строках ДЭС-11А. Протокол действий таков, что врач выезжает на осмотр, осматривает ребенка, видит симптомы, которые ему, скажем так, не нравятся. То есть, у ребенка есть хрипы, длительная температура. Или даже без хрипов, просто ребенок температурит очень долго, сатурация низкая. И врач смотрит, что ему что-то, скажем так, не нравится. Мы формируем направление. Обычно в этот же день, крайне редко, что на следующий день, за ребенком приезжает машина с нашим врачом. То есть, в сопровождении врача осуществляется перевозка пациентов. Ребенка и родителя. То есть, дети с 15 лет имеют право сами за себя расписываться за медицинские манипуляции. Но мы обычно стараемся всегда с родителями возить детей. С родителями едут на комплекс, их наша машина забирает, дает СИС, то есть средства индивидуальной защиты. Их проводят на КТ, делают КТ, и машина их доставляет обратно домой. То есть, они не нарушают режим самоизоляции. То есть, мы не говорим, что нужно самим садиться на такси, в маршрутку, на свою машину и ехать. Нет. То есть, за нами приезжают, вас забирают и возят. Но, повторюсь, вся процедура – с осмотром врача. То есть, врач назначает. Врач несет за это ответственность. Потому что часто случаи бывают, что нет необходимости в КТ. То есть, если ребенок подкашливает у вас без каких-либо проявлений, то есть, нет температуры, низкой сатурации, целесообразно ли делать ему КТ – вопрос. Такой, который отвечает как раз-таки врач. То есть, он смотрит совокупности. Мы пишем это интервью в ваш выходной день. Но спасибо, что имели время. Что за бригада работает? Наша бригада городской больницы номер 5 осуществляет выезд к пациентам детского возраста до 18 лет по территории города Севастополь. Состоит из трех врачей, двух медсестер, двух водителей. А сколько в день? Какая напряженность? По-разному. В хорошие дни на врачебную бригаду может быть 15 выездов. 15 адресов. Соответственно, на каждом адресе может быть по два ребенка, по три. В тяжелые дни бывает на всю бригаду, то есть на врачебную медсестринскую, выезды на 40 адресов и более. Мы проходим обследование каждую неделю. То есть, раз в неделю у нас берутся мазки и мы смотрим результаты. Не говоря уже о заболеваниях УРВИ, то есть обычных. То есть, никто от них не защищен. Так как мы постоянно в контакте с инфекционными больными, то есть, мы когда приезжаем, мы видим, что ребенок болеет. Мы не знаем, ковид это или нет, пока мазок не подтвердится. Ситуация такова, что всем нужно держать себя в руках, стараться решить эту проблему. Проблем эпидемии, в принципе. Сейчас, в сезон простудных заболеваний, важно поддерживать свой иммунитет, в том числе с помощью регулярного питания. Особенно правильное питание может стать существенной помощью организму в противостоянии с инфекцией. Что именно, когда и как употреблять в пищу для поддержки здоровья. Некоторые продукты могут помочь иммунитету устоять в период простуды заболеваний. Что знают об этом севастопольцы? Какие продукты лучше употреблять зимой для повышения иммунитета? Витамины, конечно. А в каких продуктах? Ну, яблоки, апельсины, груши, что еще там. Ну, такое все. И эти овощи. Капуста. Капуста? Да. Ну, еще в школе говорили, любые свежие фрукты, овощи, соками, салатами, цитрусовые. Все, что содержит витамин С, А, Е, рыбий жир со школьных времен, употребляйте. Главное, употреблять регулярно. Тогда будет все хорошо. Ну, конечно же, фрукты, овощи, естественно. Мандарины сейчас, слава богу, дешевые по 65 рублей. Дешевле яблок крымских. А вы не употребляете? Конечно. Я думаю, скорее всего, это будут фрукты, овощи, как я и питаюсь, в принципе. Молочка полезная для организма. Я думаю, что химия сейчас вообще не кстати будет. А вы сами не употребляете? Химию нет, я на правильное питание. С жителями города соглашаются практикующие специалисты. Правильное питание – залог здоровья и крепкого иммунитета. Особенно в сезон простуд, заболеваний и инфекций. Правильное питание – это употребление всех продуктов, которые содержат необходимые элементы. Это витамины, микроэлементы, белки. Питание должно быть правильное. Это 3-4 раза в день в небольшом количестве и содержащие все необходимые продуктовые элементы. Цитрусовые ягоды, морепродукты, а еще яблоки, авокадо, болгарский перец, морковь, свекла, зелень и орехи. Эти и другие продукты придают силы для борьбы с инфекциями. Каждый плод – носитель витаминов и микроэлементов, необходимых для человека. Употреблять эти продукты необходимо, уверяют врачи, и не только в сезон простуд и заболеваний. При этом важно учитывать индивидуальную переносимость. Более полезны продукты без обработки. Сезонные ягоды в виде морса показаны почти всем. Особое место – квашеная капустья. Она натуральный пробиотик. То есть тот продукт, который помогает развитию клеток иммунной системы человека. Рецептов приготовления много, но основа едина. На глаз посолила, подавила, сложила в банку. Ну, а я иногда… Требя постояла, вилочкой проткнула. А я иногда делаю вот так, а иногда разбавляю. Требятый можно вхолотить. Вот пол-литра воды, допустим, я добавляла туда столовую ложку соли и полстоловой ложки сахара. Это, я же говорю, разные рецепты есть. Уже готовую квашеную капусту можно купить на рынке или в магазине. Порговцы уверяют – ажиотажа на продукты нет. Ягоды, фрукты, овощи и орехи покупают регулярно. Сейчас время мандарин, апельсин. То есть, как бы, витамин С, лимон. А пашеную капусту берут? Конечно, больше витамина С. И овощи тоже, болгарский перец. В целом же, для нормального самочувствия врачи рекомендуют больше физической активности, сезонных овощей и фруктов и, конечно же, соблюдение всех норм безопасности. Севастопольцы знают, как в зимний сезон поддержать иммунитет. А значит, поводов для обращения к врачу будет еще меньше. Сейчас, во время пандемии коронавируса, может быть особенно боязно беременным женщинам. Ведь им регулярно нужно следить за состоянием своего организма и посещать медицинские учреждения. Беременность во время COVID-19. Что нужно знать будущим матерям в период пандемии? Как обезопасить себя и ребенка? И что говорят врачи о вакцинации будущих матерей? Ответы на эти вопросы смотрите в нашем материале. Материнское счастье в период пандемии. В эпоху коронавируса почти каждый стал ответственнее относиться к своему здоровью. Особенно те, кто несет ответ не только за себя, но и за жизнь своего будущего ребенка. Беременность для большинства женщин – долгожданный и радостный момент. И настоящим ударом может стать положительный диагноз на COVID-19. И если с легкой формой заболевания лечение болезни проходит стандартно – набильное питье, противовирусные препараты и наблюдение у врача, то при первых признаках осложнений медики переходят к другой схеме. Если вдруг появляются признаки дыхательной недостаточности, у нас появляется одышка, снижается сатурация, пациентам проводят дополнительные методы исследования, их можно проводить во время беременности. Мы постоянно каждой женщине рассказываем о том, что если есть признаки дыхательной недостаточности, одышка, то есть мы подозреваем, что пневмония, мы проводим рентгенологические методы исследования, такое как КТ. И при необходимости мы назначаем препараты антибактериальной терапии, если есть в этом необходимость, ориентируясь на клинико-лабораторные исследования. Одна из главных сложностей в лечении беременных заболевших COVID-19 – это противопоказания к приему многих препаратов в их положении. Поэтому крайне важно соблюдать все меры предосторожности, внимательно отнестись к профилактике заболевания, соблюдать режим самоизоляции и без необходимости, не подвергать риску ни свое здоровье, ни ребенка. А женщинам, которые планируют будущую беременность, медики рекомендуют пройти вакцинацию. Вакцинация уже на протяжении, наверное, 150 лет – это спасение человечества от различных пандемий, от вирусных инфекций и так далее. В настоящий момент это один, наверное, такой наиболее серьезный профилактический момент, когда мы можем обезопасить себя от коронавирусной инфекции. Если пациенты находятся в репродуктивном возрасте и планируют беременность, конечно же, прежде всего им нужно вакцинироваться. О том, что вакцинация на данный момент необходима будущим, мамам говорит и главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения страны Лейла Адамян. Буквально на днях она дала большое интервью, в котором рассказала, почему пары, планирующие ребенка в период пандемии, должны внимательнее отнестись к профилактике. Главный аргумент в пользу прививки – возможность избежать осложнений в случае заболевания COVID-19 уже в период беременности. Есть риск развития осложнений. Осложнений не от самого вируса, а осложнений от того, что была тяжелая инфекция, было много препаратов, страдает сердечно-сосудистая система, иммунитет, эндокринные, гемостаз, то есть свертываемость крови и так далее. Особенно это касается женщин, которым больше 35 лет они беременны, и у которых есть хронические эти заболевания. Вот эти женщины составляют группу риска, и к ним отношение очень такое строгое и жесткое. По словам медиков, пока нет никаких научных доказательств того, что коронавирусная инфекция может передаться от матери к ребенку в случае, если во время беременности она переболела COVID-19. В основном вирус бьет по здоровью женщины. И в зависимости от наличия хронических заболеваний и состояния пациентки, медики даже могут предложить прервать беременность на ранних сроках, если есть угроза жизни матери. А течение болезни проходит в крайне тяжелой форме. Предотвратить такой исход могла бы и своевременная вакцинация. Вот только что делать тем, кто не успел ее пройти. Вот что касается беременности, у нас прописано противопоказание во время беременности – вакцинация. Но наработки в некоторых странах в настоящий момент проводятся. Есть опыт вакцинации беременных и наблюдение за этими беременными. Но с письменного их согласия, так как все-таки прописано, что противопоказан. В нашей стране, я думаю, точно так же пациент, если он хочет привиться, то он может это сделать. Так вакцинироваться или нет в период беременности – этот вопрос с точки зрения медицины пока остается открытым и малоизученным. Врачи продолжают проводить различные испытания, но пока точного ответа на него нет. Решающим в этом случае становится только слово будущей матери, которая, понимая все риски, примет верное для себя решение. В нашем эфире вы смотрели новый выпуск программы о медицине «Здравствуй, Севастополь». Чаще мойте руки, пользуйтесь медицинскими масками и соблюдайте социальную дистанцию. Берегите себя, севастопольцы! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин